ВОЧМОДЖО Каждый, кто играл в Animal Crossing, знает, на что соглашается, покупая новую игру. На пожизненный долг перед Томом Нуком. А это ни много ни мало до конца своих дней. Часть игрового процесса Animal Crossing заключается в продаже товаров за колокольчики, чтобы игроки могли вернуть свой долг. Когда долг погашен, Томми рассказывает нам о новом улучшении, доступном для нашего дома. Конечно же, мы отправляемся за ним, несмотря на то, что счет будет больше предыдущего. И так продолжается до тех пор, пока мы, наконец, не будем полностью удовлетворены своими жилищными условиями. Хех, а мы-то думали, что счета по кредитке — это плохо. Номер девять. Грунтильда. Серия Банджо-Казуи. Даже будучи скелетом своей прежней сущности, Грунтильда никогда по-настоящему не умирала. Поэтому она может быть включена в эту подборку. Все ее существование — это один большой цикл боли в разные периоды времени. Сначала она падает с вершины своего логова и оказывается погребенной под валуном на два года. Затем она теряет голову, которую пинают, как мешок с костяшками. И, наконец, в Nuts & Balls ее отправляют на одну из фабрик видеоигр «Лог», приговорив к помощи выпуске убогих спин-оффов с второстепенными персонажами. Старушке Грунтильда почему-то достается все больше и больше в конце каждой игры Банджо. Номер восемь. Человек. I have no mouse and I must scream. Быть персонажем в игре в жанре хоррор — это и так ужасная участь, но у людей в I have no mouse она гораздо хуже. Хотя вы можете изменить концовку, успешно отключив злой суперкомпьютер M, пять из семи концовок имеют практически одинаковый результат. Оставшийся персонаж-человек превращается в шарообразное существо, неспособное причинить себе вред, неспособное умереть и лишённое рта. Вдобавок ко всему, персонаж-человек вынужден провести остаток вечности с M, не имея возможности выразить свою боль или прекратить свои мучения. Номер семь. Мальчик. Инсайт. Раз уж мы заговорили о жалком существовании, стоит остановиться на мальчике из Инсайт. На протяжении первой половины игры вас преследуют как паразитов, практически все и вся. Примерно в последней третьей игры мальчик становится одним целым с мерзостью, порождённой глубоко в лаборатории, с густком плоти. И хотя ему всё-таки удаётся сбежать, игра заканчивается, когда он выходит на открытое поле с одиноким лучом света, что светит вниз. И да, мы знаем об альтернативной концовке. Однако мы бы не сказали, что ситуация стала гораздо ярче. Номер шесть. Андрос. Серия Star Fox. Как и Грунтильда, Андрос никогда не умирал по-настоящему. Но мы хотим сосредоточиться не на его судьбе в конце игры, а на том, что было до этого. Перед началом галактических завоеваний Андрос был пойман за проведением неэтичных экспериментов, один из которых привёл к значительным потерям для корнерианцев. Генерал Пеппер приговаривает безумного учёного к жизни в изгнании на пустынной планете Веном, расположенной на противоположном от Корнерии конце системы Лайлот. Веном — пустынная планета, которая, как известно, совершенно непригодна для жизни. Даже зная, что Андрос остался в живых, проживая под поверхностью, мы не можем представить, какие страдания ему пришлось пережить, пока ярость и ненависть обуревали им. Номер 5. Думгай. Серия Дум. Хотя в игре 2016 года вам скажут, что он выбрал путь вечных мучений, Думгай был практически вынужден участвовать в бесконечной войне между Землёй и Адом. За исключением Дум 3, все игры франшизы сосредоточены вокруг одного и того же морского пехотинца, начиная с первого Дум и заканчивая Этернал. И каждая игра заканчивается одинаково. Демоны мертвы, но борьба продолжается в других местах. Каждый раз, когда кажется, что Ад повержен, демоны возвращаются в ещё большем количестве, чем раньше. Для Думгая кровопролитие никогда не прекращается, ярость не утихает, а смерть никогда не означает конец. Номер 4. Кортекс, Энтропи и Ука-Ука Крэш Бандикут, Ворпт До Ворпт Кортексу и так было не сладко. Он упал в пещеру с кристаллами и как-то выжил, а также спикировал в глубины космоса и как-то выжил. В Ворпт, Кортекс вместе с Энтропи и Ука-Ука практически уверены, что больше никогда не вернутся. Потерпев поражение во время сбора всех кристаллов и реликвий времени, трое попадают во временной портал и отправляются в доисторические времена, будучи младенцами. Оооо, и они оказались в вулканическом регионе. И снова они каким-то образом выжили, что привело к событиям Крэш Бандикут 4. Эх, это не так уж и плохо по сравнению с тем, чтобы стать посмешищем Газмоксии. Правда, Оксид? Номер 3. Охотник Бладборн Охотнику предстоит пройти долгий и трудный путь через весь Ярнам, сражаясь с оборотнями, безумными жителями деревень, паразитами и многим другим. И все же ни одна из трех концовок игры не приводит к жизни в мире и процветании. Одна заканчивается тем, что Герман убивает охотника, отправляя его обратно в начало Ярнама. В другой, Охотник занимает место Германа в качестве смотрителя сна. А в третьем, Охотник побеждает присутствие Луны и превращается в новорожденного великого, а его судьба оказывается в руках куклы. Как и в случае с Дунгаем, Охотнику покоя лишь только снится. В этой игре от Supergiant Games Загриус пытается выбраться из подземного мира и вырваться из лап отца. Увы, даже встретившись с матерью, Загриус быстро узнает о своем проклятии. Он не сможет долго прожить на поверхности, поскольку привязан ко дворцу Аида. Хуже всего то, что сколько бы раз он не боролся за возвращение к матери, Загриус каждый раз страдает одинаково. Все, чего он хочет, это поговорить с мамой. Но каждый раз это приводит к мучительной смерти. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Валуиджи. Серия Super Smash Brothers. Этот принц навсегда застрял в кейсе Аси Строфи. Но это не наш настоящий номер один. Хотя он действительно ужасен. Номер один. Кратос. Серия God of War. Честно говоря, из всех персонажей видеоигр за всю историю жанра, Кратос пострадал, пожалуй, больше всех. Сначала его разум помутил Орес, и Спартанец уничтожил свою семью, в результате чего он и пошел по пути мести и гнева. На протяжении нескольких игр он пытается простить себя, а в конце God of War 3 пытается покончить с собой. Однако, постигровая сцена показывает, что он не погиб, а унес себя в Нордическое царство. Другими словами, он живет в проклятии бессмертия с прошлым, которое будет преследовать его вечно. Вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Зацените другие ролики на канале, и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!